Снова в СМИ скандал вокруг театра «Современник». На этот раз решили, вероятно, избавиться от актрисы, заслуженной артистки Лии Ахиджаковой, которая всеми любимая народная артистка, прославившаяся во многих фильмах. И самый любимый фильм – это «Служебный рабан», где она сыграла секретаршу. Она ни в одном фильме не играла главную роль, а, зная её характер, о том, что она может резко высказываться по любому поводу, решили поставить скандальный спектакль. И называется он «Первый хлеб». Офицеры России требуют от прокуратуры правок в цинический текст спектакля с Лии Ахиджаковой. Ранее артист, народный артист Юрий Соломин высказался об этом спектакле и высказался, что это возмутило публику из-за ЛГБТ-пропаганды и оскорбления в адрес ветераны. По сюжету Лия Ахиджакова, в состоянии алкогольного опьянения оказывается на кладбище, где обращается к похороненному ветерану с нецензурной бранью. Это по спектаклю. А ветераны требуют... Они возмущены. Они написали письмо сразу после первого представления в генпрокуратуру, в мэрию и копию художественного руководителю театра Рыжакова. Письмо подписал герой России и председатель президиума общественной организации Сергей Липовой. Также они написали о том, чтобы художественный руководитель театра «Современник» Виттер Рыжаков и польский режиссер спектакля «Первый хлеб» Бениамин Коц обязаны принести публичные извинения. Алия Афиджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания народной артистки Российской Федерации, требует Ильдар Резапов, председатель движения «Ветераны России». Там море оскорблённых ветеранских петиций после первого премьерного показа спектакля, требует увольнений, извинений и коррекции текста. Вот так, ничего не подозревая Лия Афиджакова, ведь она же этот сценарий читала заранее. Неужели в свои 83 года она не могла разобраться, что спектакль, текст этой роли имеет очень такой характер, как могла она в свои 83 года пропустить это? И ведь она же была трезвая, и на сцене она играет, это тоже трезво. Вот так человек сыграл свою, можно сказать, последнюю роль и обнулил свой авторитет на ноль. обнулился. Теперь те, кто любил её за её творчество, будут крайне возмущены, что авторитет свой, она вот этим спектаклем, своей последней ролью стала нерукопожатной. К сожалению, это так. И что будет дальше с этой актрисой, это уже понятно. Сыграть такое на сцене. А ведь люди смотрят, не одно поколение смотрит. И что они увидят. Так что я не знаю, я расстроена о том, что вот так Лия Ахиджакова своим последним выступлением на сцене театра подставила всех любителей, фанатов, можно сказать, фанатов её творчества, поставила под удар. Фанаты её творчества поставлены под удар. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.